Сегодня мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы постараемся ответить на вопрос, почему Библия, Священное Писание скрывает от нас время смерти Фары, отца патриарха Авраама. Мы читаем в 11 главе книги Бытия 26 стих «Фара жил 70 лет и родил Авраама». И ниже, 11 глава, 31-32 стих «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Авраамова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура-Халдейского, чтобы идти в землю Хананскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». Ну, а далее рассказывается, как Авраам входит в землю обетованную. В чем проблема? Проблема заключается в том, что в этой истории выпадает 60 лет. Когда от Фары рождается Авраам, Фаре 70 лет. Мы знаем, что Авраам покидает Харан, когда Аврааму 75 лет. Об этом мы читаем 12 глава, 4 стих. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». То есть, Писание говорит, что Фара умирает в Харане, и далее Авраам покидает Харан. Казалось бы, все логично, но пропадает 60 лет. Если Фара умирает в возрасте 205 лет, то на момент смерти Фары Аврааму 135 лет. В чем загвоздка? Писание скрывает от нас, что Авраам оставил Фару и пошел из Харана. Понятно, что Авраам не бросил Фару. Они были богатые люди, обеспеченные люди. У Фары были рабы, у Авраама были рабы. И Авраам забирает с собою Лота, своего племянника, чтобы Фара был бы более свободен в своем пожилом возрасте. То есть, когда Авраам покидает Харан, Фара жив. И Фара, отец Авраама, умирает тогда, когда Аврааму 135 лет. 60 лет как бы выпадают. Для чего? Чтобы не дать нечестивым повода сказать, Авраам бросил своего отца в Харане, и мы будем поступать так же. Писание как бы скрывает это. Говорится о смерти Фары и потом о том, как Авраам покидает Харан. Хотя внимательный человек, который читает Писание, вдумчиво, он видит разницу в 60 лет. То есть, Авраам покидает Харан, Фара будет жить еще 60 лет и умрет тогда, когда Авраам будет 135 лет. Таким образом, мы видим, как осторожно Писание подходит к этой информации, к любой информации. По воле Бога, некоторые темы, образы, они немножко как бы затеняются, чтобы не дать поводу нечестивым бросать своих пожилых родителей. Ибо сказано, почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле. Если мы будем живы, Господь позволит, и мы будем далее изучать вместе с вами трудные места Священного Писания. мы увидим, что не всегда читающие эту книгу вдумчиво относятся к тем цифрам, которые нам здесь предлагаются. но мы будем стараться именно более внимательно относиться к этим цифрам, чтобы не просто заметить некое несовпадение, а понять, почему в одном случае затеняется какое-то обстоятельство, и какая именно в этом цель и нравственное назидание, или нравственное предупреждение. Итак, сегодня мы выучили еще один урок из Священного Писания, что нельзя давать повода нечестивцам бросать своих пожилых родителей. Поэтому Слово Божие преподносит обстоятельства, как Авраам покидает Фару, как бы после смерти Фары. Хотя на самом деле пройдет еще 60 лет, после того, как Авраам покинул Фару, прежде чем Фару умрет, в возрасте 205 лет, когда Аврааму будет уже 135. Берегите себя. Спаси Господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!